У нас остались только Мишнает. Трактат Трума, глава 7. Первый Мишнур пошли, говорит там Мишнает так. Человек, который съел Труму, то есть то, что отделили для Коэна и то, что имеет святость, умышленно платит только то, что он съел. Штраф не платит. Кто платит штраф, только тот, кто это съел неумышленно. Тот, кто умышленно заслужил, не дай бог, смерть с небес. Если же было там ему предупреждение, он заслужил, чтобы его побили 39 раз. Но если он съел умышленно, без предупреждения, без свидетелей, тогда он платит только то, что он съел. Съел килограмм, платит килограмм, не килограмм 250. И святости это не приобретает. Поэтому если Коэн хочет простить, имеет право простить, сказать, окей, можете мне не платить. Как говорит Мишна, аухель Трума бемезид, мешлем это керен, веено мешлем это хумыш. Аташлумин хулин, веем рцаа Коэн лимхол, мухель. Это первая Мишна, которую быстро повторили. Вторая Мишна говорит так. Бат Коэн, бат Коэн, бат Коэн, шинесэйлли Исраэль. Дочь Коэна, которая вышла за еврея, за простого еврея. Пока она была дочерью Коэна, она имела право кушать Труму. Как только вышла за Коэна, больше не имеет права кушать Труму. За Исраэль. За Исраэль, да, за Исраэля. Не имеет права кушать Труму. Веахарках, аухла Трума. Но она съела Труму, неумышленно. Она тоже платит только то, что съела. Килограмм-килограмм. Не килограмм-250 грамм. Почему? Потому что написано в Турме, чужой человек не имеет права кушать Труму. Но она все-таки не чужая. Было время, когда она ела Труму. И возможно, если она вернется к отцу, разведется, умрет, и она будет бездетная. Да, муж ее разведется или умрет, не дай Бог. Она вернется к отцу, она снова имеет право кушать Труму. Поэтому, кто платит штраф, тот, кто абсолютно чужд для Трумы. Так как она дочь Коэна, она платит только то, что съела. Штраф она не платит. Умитата бисрефа. И смерть ее через сожжение, не дай Бог. То есть, если дочь Коэна изменила своему мужу ее наказание через сожжение. Тот грешник, который с ней согрешил через удушение, а она через сожжение. Итак, Нисэтлая хад, дальше он говорит, Коэн, который родился от того, что Коэн женился на разведенной. Это ребенок халал, не имеет... Что это халал? Халал, как бы, он неправильный ребенок. Он на еврейке может жениться? Он на еврейке может жениться. А слово халал? Да. Халал. А что? Коэн халал. О, мамзер. Или вышла замуж за мамзера. Запрещено ей кушать Труму вовеки. До этого мы сказали, что она могла бы кушать. Она не может вернуться в дом своего отца больше. Испортила свое звание. Мешалемет керен вахумеш. Умитата бехенек. Диврей раби Мейр. Она платит и штраф, и то, что съела, и штраф. Съела килограмм, платит килограмм 250. И если она изменила своему мужу, мамзеру или халалу, ее наказание через удушение так считает раби Мейр. Вахахамим умрим, зови зоу. Мешалмод это керен вена, Мешалмод это хомеш. Хахамим говорит нет. И это, и это, та, которая вышла замуж за кошерного еврея, или за некошерного еврея, все равно она платит только то, что съела, не платит штраф. И если изменила, то наказание умитата бехенек через сожжение. Они не согласны с мнением раби Мейра, что такая коина теряет свой статус. Дальше. Третья мечта. Человек, который неумышленно накормил своих маленьких детей трумой, или своих нееврейских рабов, будь они взрослые или они дети, они все эти и дети, и рабы от митцот освобождены. Или человек, который съел труму из-за пределов земли Израиля. По закону труму мы должны отделять только из плодов земли Израиля. Но были некоторые страны, на которые мудрецы, близкие к земле Израиля, эти страны, на эти страны мудрецы тоже распространили законы трумы. Но это трума Медрабанан. По мудрецам. И человек, который съел меньше, чем 27 грамм трумы. Это не считается, что он съел. Это, наверное, Иордания? Сирия, наверное. Здесь написано, но страны, которые... Мешалем это керен, вену Мешалем это хомощь. Он платит только то, что он накормил своих детей, своих рабов, или съел 20 грамм, допустим. А трумы не съел 27 грамм. Допустим, что указает 27 грамм. Платит только то, что съел. 20 грамм, килограмм накормил детей и так далее. Штраф не платит. Почему? Потому что... Кто должен платить штраф? Вену Мешалем это хомощь. Веташруми, веташрумиен хулин имраца, коэль им хольмухать. Так он это все съел или накормил. Он платит. Килограмм съел. Килограмм не килограмм он съел. Накормил килограмм своих детей или своих рабов. Платит обратно килограмм. И этот килограмм святость трумы не получает. И коэн, который хочет его простить, имеет право его простить. Почему дети и рабы не платят? Потому что штраф платят именно дети и рабы. Штраф платит тот, кто съел. Он накормил, должен заплатить то, что он их накормил. А дети, они освобождены от митцвот. Рабы освобождены от митцвот. Поэтому они штраф не платят. А то, что он съел меньше коза, это второе написано ки-юхаль-кодес. Человек, который съест святую вещь, труму. Человек, который съел меньше коза, не считает, что он что-то съел. Это совсем мало. Четвертое мишна. Вот правило говорит. Когда коэн может простить, а когда нет. Каждый раз, когда человек должен заплатить и то, что съел, плюс штраф, одну пятую съел килограмм, должен заплатить килограмм 250. Как килограмм 250? Должно быть же килограмм 200. Одна пятая от общего числа. Получается килограмм 200. От килограмм 200 должен одну пятую заплатить. Получается 250. Ванон говорит, каждый раз, когда человек, который съел труму, должен заплатить и то, что съел, и штраф. Коэн хочет простить, не имеет права. Почему? Потому что то, что ему заплатили обратно, возместили, принимает статус трумы. У человека были две корзинки, или две коробки. В одной была трума, святая продукция. В одной была будняя продукция. Хули. Теперь, в эти две коробки упал, да, ну, скажем, килограмм трумы. Я не знаю, в какую из этих корзинок этот килограмм упал. Трума эта упала в труму, или в трума эта упала в будни. Теперь мы говорили с вами, чтобы, если трума упала в что-то буднее, нужно в сто раз больше, чтобы его там растворить. Харе, ани, омер, летох, чел, трума, нафла. А Мишна говорит, я говорю, эта трума упала, она упала в труму. Не говорю, что она упала в буднюю продукцию. И то можно будет кушать, даже если там нету в сто раз больше. А трума было там, я не знаю, 10СА стало 11. Теперь. Ве-эн-я-дуа, но говорит даже Гмарата. У него опять было две корзинки. Ве-эн-я-дуа, эзо-и, шель трума, ве-эзо-и, шель хулин. И мы не знаем, какая трума, какая простая. Ахал-ахад мээн патур. Он съел из одной из этих корзинок. Не должен ему есть, потому что, возможно, одна из них трума. Он освобожден. Что мы скажем? Он скажет, я съел из простого и простого урожая. Идите докажите, что я съел из трумы. Ве-эш-ни-я-но-эк-ба-ки-трума. Но, потом к второй корзинке, он говорит, окей, ты говоришь, что это первая корзинка была простая еда. К второй корзинке ты должен относиться, как будто это трума. С святостью, с аккуратностью, с чистотой и так далее. Но, ве-ха-евет бахала, но, несмотря на это, должен отделить от нее халу. От трумы халу не должен отделять. Но здесь должен отделять, потому что, возможно, это не трума. Деврей Раби Мер, так считает Раби Мер. Рабьоси Путер. Рабьоси говорит, нет, халу не должен отделять от второй корзинки, которую мы определили, как трума. Потому что это медумаг, называется смесь, и он освобожден от халы. А хал, ахер, это шния, потух. А что, если один съел одну корзинку? Мы сказали, что он съел? Будни. Продукты. Вторая, выходит трума. Но второй тоже съел. Другой человек пришел, съел вторую корзинку. Он какую корзинку съел? Тоже будни. Потому что каждый будет говорить, докажи, что я съел труму. Теперь. Но, ахал, эхад, иштеген. Мишелем, кектанаши, иштеген. Но, если один человек съел обе эти корзинки, то, что было в них, тогда он сто процентов съел труму. Мы не знали, одна была с трумой, вторая не, но он съел труму. Сколько должен заплатить? В одной было 10 килограмм, во второй было 5 килограмм. Мы не знаем, 10 килограмм трума или 5, то он платит 5 килограмм вместо трумы. Возмещает эти... Наименьшее. Это же уже дом. Наименьшее, Возвращает. Возмещает наименьшее количество, которое было в корзинке. Шестая мишна. Опять же, две корзинки у нас. Две корзинки, одна трума, одна простая. И одна из этих корзинок, мы не знаем какая, упала в другую корзинку, которая была с простой едой. Хулин. В третью корзинку упала. В третью корзинку упала. То эта третья корзинка не считается смесью трумы и простой еды. И опять ко второй корзинке относятся, как будто она трума. И она опять должна делить халу, говорит, потому что, может быть, она не трума. И говорит, освобожден от халы. Вторая корзинка упала в четвертую корзинку. Тоже там мы не говорим, что мы думаем не становится. Это тоже. И это была простая еда, и это была простая еда. Но если обе корзинки упали в одну корзинку, то тогда 100% там была трума. Опять, в одной было 10 килограммов, в другой было 5. И мы не знаем, трума 10 или 5 килограммов. В 100 раз больше, чем 5 килограммов должно быть, чтобы это растворить. И седьмая мечная говорит так. У человека было 2 корзинки. Одна трума, одна хулин. Он взял и посеял эти семена. Не имел права. Если он посеял, он освобожден, не должен перевернуть, не должен как бы эти семена выкорчевать, чтобы они не прирослись. И то, что выросло, будет считаться хулин. Не будет считаться трума. А со второй корзинкой она относится, как будто она трума. По примеру, все-таки должен отделить халу, потому что, может быть, она не трума, а разбился и освобождает. Второй человек засел вторую корзинку, тоже освобожден. Один посеял обе корзинки. Если в этих корзинках были семена, которые перед тем, как произрасти, они гниют в земле, разлагаются, как, например, хитим и саурим, пшеница и ячмень. Мутар, когда они произрастут, могут кушать эту пшеницу, пшеницу, этот ячмень, даже не коген. Потому что нету самой трубы, она сначала разложилась в земле, а потом произросла. Но у товарища Энзар О'Кале, но если он посеял семена, которые в земле не разлагаются, как, например, лук или чеснок. Видите, наши агрономы тоже были. Асур сказал, что говорит Мишна, запрещено вот этот произросший лук или чеснок, который выросит, кушать не когеном. Только когеном можно иметь право это кушать, потому что семена там не разложились в земле, и из них произросли эти овощи. На этом мы закончили мы сняли на сегодня. Беруха, данои, аминь, аминь, аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!